Я могла бы быть вашим президентом. Эти слова Хиллари Клинтон сказала в эфире CNN. Кого она винит? В проигрыше и за что критикует Трампа? Дмитрий Анопченко с подробностями. Далеко не такая энергичная, как раньше. В строгом брючном костюме с красным шейным платком Хиллари Клинтон после длительной паузы появилась на публике в родном для себя Нью-Йорке. И сорвала аплодисменты фразой. Я возвращаюсь, как часть сопротивления. Даже ее сторонники долго спорили, стоит ли Хиллари в принципе возвращаться в политику после такого масштабного проигрыша. И ее теперешнее появление на CNN – знак, что она по-прежнему не исключает реванша. А в проигрыше Клинтон обвинила Викиликс и главу ФБР, расследовавшего дело о ее электронной почте. Я была на пути к победе до того, как комбинация письма Джеймса Комми и российский Викиликс вызвали сомнения у людей, которые склонялись к тому, чтобы проголосовать за меня. Их спугнули. Хиллари уверяла, и аудиторию, и зрителей CNN проиграла в результате заговора. Ни словом не обмолвилась о конкретных планах на будущее, но жестко критиковала Трампа, давая понять, президент Клинтон все бы делала по-другому, в том числе и с Северной Кореей. Переговоры критически важны, но они должны быть частью более широкой стратегии, а не просто разбрасываться твитами по утрам в стиле «Эй, давайте соберемся вместе и посмотрим, сможем ли мы поладить, и возможно у нас получится какая-нибудь сделка». Это не работает. В целом и сам факт появления Клинтон на публике, и тон ее заявлений, и то, как именно было организовано это интервью, насколько комплементарными были вопросы, дает основания говорить, она не уйдет на покой. И явно еще хочет баллотироваться. В Нью-Йорке ли, где скоро выборы мэра, или в президенты в 2020-м, и этот факт явно разозлил бывшего соперника Клинтон. Спустя длительное время Дональд Трамп продолжил их перепалку в Твиттере. Заявил, что ФБР, напротив, смотрела сквозь пальцы на ее плохие поступки, что демократы опять прикрываются историей о связях Трампа с Россией, просто чтобы оправдать поражение. Вся эта история так бы и осталась лишь спором, проигравшись победителем, если бы конгрессмены не вызвали сегодня на ковер того самого директора ФБР, Джеймса Коми, которого в заочной перепалке упомянули оба политика. Формальный повод – годовой отчет, но служенье больше походили на допрос с пристрастием. Главу ФБР упрекали и в предвзятости, и в подыгрывании Трампу. В итоге его ответ был лаконичным, мол, кандидаты боролись сами, бюро не пыталось сбить Клинтон с гонки. Меня не интересовало, кто из политиков получит в итоге преимущество. ФБР – независимое агентство, и я заботился только о соблюдении законности. И это забирает аргументы у Хилари Клинтон, решая на снова баллотироваться и обвинять в прошлом проигрыше кого-то, кроме своей же собственной команды. А появление ее в эфире дает понять, что сама Хилари об этом серьезно думает. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Американское бюро телеканала Интер.